здравствуйте уважаемые зрители спасибо что остаетесь вместе с нами несмотря ни на что друзья подписывайтесь пожалуйста на наш канал на других ресурсах особенно на бастионе давайте оставаться на связи и держаться вместе а сегодня у нас 21 августа 2024 года среда и в эфире очередной выпуск новостных сводок с экономических фронтов и вместе с нами владимир николаевич баглаев генеральный директор череповецкого литейно-механического завода владимир николаевич здравствуйте 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 друзья действительно остаемся вместе неистория ни на что и судя по нашему последнему я бы сказал бы достаточно атомному ролику по курску есть на чем акцентировать внимание и первое на чем бы акцентировать внимание это то что на бастионе просмотр этого ролика больше чем три раза превысили просмотры его на ютюбе то есть наши зрители уже привычно к тому что сносится материал на этом канале спокойно не сильно парись с тем что и как в этой ситуации сделать перешли на бастион и в спокойном хорошем качестве на быстрой скорости посмотрели этот материал чем в общем всех нас и поздравляю то есть как никто другой рубеж который подвергался таким количеством атак со всех сторон новой атаке оказался очень хорошо готов и поэтому почти без потерь своих позиций перешел просто на другую платформу на ютюбе нас тоже смотрят но тот случай когда обращаем ваше внимание нас на ютюбе посмотрел в три раза меньше хотя тоже просмотрен до многих каналов остаются достаточно завидными это первый момент который касается нашего ролика я считаю не не совсем про курск он гораздо более философский но это вторая часть того о чем мы хотим сегодня с вами поговорить я решил сегодня этому 9 внимание мысли о том а что же это было и что же такое за курски почему и насколько в этой ситуации то что происходит сейчас в курске то что происходило дважды стран году тоже происходило 14 году насколько это вообще ситуация исторически было предпределена и какой в этом вот в этом игала роль сама история или роль личности в этой самой истории то есть постоянно мы приходим к мысли о том а А что же в этой ситуации важно? Сама по себе определенная логика историческая или роль личности в этой самой исторической логике? Вот хотел бы сегодня к этому немножко вернуться и рассказать о том, как наш единый, три единый народ, русские, белорусы и украинцы, оказались по разным сторонам границ и оказались по разную сторону правил работы в пределах этих границ, а также жизни. То есть, как ни крути, география и экономика, которая от этой географии зависит, она в общем-то в какой-то мере и оказалась управляющей процессами развития этих территорий. Вот давайте по этому поводу и пройдемся. Коротко возвращаясь к ситуации к Украине и к России, я напомню, что после того, как распался Советский Союз, Россия сама по себе, Украина сама по себе, Белоруссия сама по себе. И каждая эта территория должна была понять, как она сама по себе дальше будет жить. Почему так или нет? Ну, по России все просто. Возвращаясь к нашим материалам прошлых лет и прошлой сводки, мы говорим о чем? Великая страна, Советский Союз, Это была не просто великая страна, это была великая научная, производственная, промышленная, технически развитая страна с огромным рынком сбыта для своих производств с высокой добавленной стоимостью. Дело не в том, что Советский Союз производил огромное количество самолетов, которые сегодня остаются для нас только завидовать, что мы были в космосе, самые первые, что у нас было серьезное оружие, о чем только никто не мог даже. Наша подводная лодка «Золотая рыбка», до сих пор ее характеристики считаются фантастическими, потому что практически эта лодка, конечно, была золотая, она была дорогая, но она была абсолютно невидимая, просто абсолютно, такого уровня бесшумности. Ну, можно только об этом вспоминать. То есть, дело даже не в том, что в развитии этой страны, а в том, что у этой страны, благодаря ее высокому промышленному, производственному потенциалу, был огромный рынок сбыта. Вот сегодня мы говорим о том, что Китай имеет, это, в сути дела, Китай – это фабрика мира, в какой-то мере. Так вот, на тот момент, конечно, в отличие от Китая, мы не могли поставлять, хотя чего там рехотаить, продукция, допустим, близких мне стран, близкие мне предприятия, это из Белоруссии, МТЗ или БелАЗа, поставлялась в том числе и в Северную Америку, на территорию Канады и США. И когда я там в том же Торонто посещаю недалеко от него те или иные наши, ну не наши, вернее, а их фермерские хозяйства, то там я встречаю и наши кировцы, и наши белорусы, до сих пор ходят. Так что, как бы там ни было, там продукция наша тоже поставлялась. Ну, конечно, это все было в виде галош, как мы теперь знаем, но, тем не менее, эти галоши до сих пор ходят, и, в принципе, если посмотреть на вывески дилеров, которые сегодня продолжают продавать кировцы и белорусы, очень интересная надпись над этими дилерскими центрами, которая является притягательным для многих из тех фермеров, которые сегодня занимаются выращиванием стиркозпродукции в той же самой Канаде. Это техника без электроники. То есть, сегодня для многих это становится определенным позитивом и то, к чему надо стремиться, потому что это безопасность, это безотказность, это экономично. Ну, ладно, об этом я говорить не буду, это отдельный разговор. Вопрос был другом. Рынок нашего продукта, нашего производственного промышленного потенциала, это был рынок как минимум полутора. А так, многие говорят, от 2 до 2,5 миллиардов населения винного шара. То есть, это весь соцлагерь, это все страны, соцориентация, а их было еще много. Ну, опять-таки, что там их это? Та же Индия и Китай, которые, в том числе, покупали у нас новые продукции, это же по тем временам тоже уже были далеко за миллиард. Объем поставок в Китае был просто огромный, так как те времена. Я уж не говорю про Африку. Если уж, опять-таки, мое детство и молодость прошла, в том числе, в горах Северной Африки, горы Атлас на границе Туниса и Алжира, где мой отец работал сервисным инженером по обслуживанию белазов. Но, в целом, там была огромная наша колония, ну, как огромная, большая колония, которая, в принципе, обслуживала не только белазы, но и другую технику, которая работала в Северной Африке и занималась торговлей в Северной Африке. И у нас в колонии были там инженеры и специалисты из Алматы, Казахстана. Тут же были, безусловно, раз есть белазы и карьеры, значит, люди из Кривого Рога, несколько семей были. Да-да-да, это была одна страна, и был огромный рынок. Но, соответственно, все, что касалось технологий и развития производства, и масштаба производства, все это позволяло, во-первых, делать себестоимость продукта максимально невысокую, а, с другой стороны, окупать инвестиции в новые научно-исследовательские разработки. Все это было. И вот, Союз распался, соответственно, все предприятия, которые были в России, у них рынок с 2,5 миллиардов сократился до того уровня, до той уровня промышленности, которая осталась на территории со всех сторон обрубленной бывшей большой России. То есть, дело даже не в том, что сам по себе объем рынка упал с двух с лишним миллиардов стран, населения, до территории страны, где проживало менее полутора сотен миллионов. Дело в том, что даже на этой территории заводы продолжали умирать со скоростью просто невероятной. Напомню, что с 91-го года мы похоронили наше предприятие в количестве более 80 тысяч предприятий. И когда мне рассказывают, что там и там-то вот ввели одно, два и даже, может быть, три предприятия новых промышленных, то, честно говоря, я плохо представляю, какими темпами мы должны рассказывать о новых предприятиях, если мы потеряли 80 тысяч. Ну, это отдельный разговор, я о другом. Факт тот, что почему это все происходило. Плохо это или хорошо. Насколько это было предсказуемо, непредсказуемо. Насколько это было вообще говоря, нужно ли нужно. И кому это было нужно. Здесь, конечно, наше солнце рыжее Чубайс нам объяснил всю ситуацию по этому раскладку. А зачем нам это все? Вот зачем нам это все? У нас есть огромное количество природной ренты, и мы за это купим все, что нам надо. От трусов миланских до всего остального. Нам, в принципе, своя промышленность не нужна. Самолетать не надо, ничего не надо, мы это все можем купить. У нас на наших-то 2% населения земного шара 38% земных богатств. Зачем нам вообще работать? Мы белые люди. Ну, или рыжие люди, как ему больше нравится. И поэтому мы можем ничего своего больше не делать. Ну, пока не меряя те, кто получил право управлять и владеть этими 38% собственности, вернее, имущества планеты, не людей. Люди не могут быть хозяевами, собственниками любого ресурса. И даже страна не может быть. Это все принадлежит планете и высшим силам, так скажем. Но, тем не менее, в этой ситуации логика была примерно следующая. Если мы включаемся в мир глобальной экономики, а в чем суть глобализации для тех, кто ее управляет? Вопрос не в том, чтобы надо сделать богатого американца. Нет. Вопрос не в том, что надо сделать богатого европейца. Нет. Вопрос не в том, что надо сделать бедным индуса или африканца или россиянина. Нет. С точки зрения глобалиста, уровень жизни американца, индуса, аргентинца или немца вообще никакого значения не имеет. Очень важно, чтобы все эти люди потребляли как можно меньше ресурса. И в этой ситуации, по большому счету, логика очень простая. Минимальный ресурс должен обеспечиваться максимальной эффективностью и низкой себестоимостью любого продукта, которая производится на территории планеты. И с этой точки зрения, там мысль красной линии, которая проходит в книжке Паршева Андрея «Почему Россия не Америка?», она четко показывала. То есть Андрей Паршев в чем был прав. И эта книга, которую я рекомендую, если вы хотите понять, почему мы сейчас продолжаем разрушаться, потому что у нас открыты границы для внешнего рынка. И это так будет и дальше. Это неизбежный вывоз капитала. Потому что четко так показано, что в рамках тех или иных наших географических особенностей нашей страны, мы даже теоретически при прочих равных условиях не можем сопоставимое производство, производство сложное, сделать дешевле и экономичнее. Есть такой момент, нюанс. И у каждой территории с точки зрения глобального управления есть свои плюсы, есть свои минусы. Ими можно по любому пользоваться. Но факт другой, что где-то надо, где дешевая рабочая сила и народу немерено, можно сделать дешевый рабочий труд и массовое производство. Там, где людей немного и холодно, там достаточно просто трубу проложить. Это будет более экономично. Ну так скажем. То есть с точки зрения глобального управления, производство там, где оно менее выгодно, чем на соседней территории, оно принципиально неинтересно. А если еще при этом падение производства лишает в будущем страну возможности развития технологического и, как следствие, в будущем потери ядерного оружия, условно скажем. Это вообще хорошо, потому что после этого, так как нас уровень жизни россиян не интересует по определению, то почему мы считаем, что такая страна богатейшая, как Нигерия, где проживает больше, чем 200 миллионов человек и люди там нищие, почему в России не должны быть такие же нищие люди, если в принципе с точки зрения населения у них даже население меньше, а по ресурсам, ну в принципе ничего такого особенного. Если не будет у России ядерного оружия, то пускай живут как в Нигерии. С точки зрения экономики глобализма, глобалисты и мировой экономики, это нормально. Более того, ничего страшного, если в ближайшем времени немец будет получать такую же зарплату, как сирийцы у себя в Сирии. Почему? А с чего он должен больше получать, немец? Там же скоро не будет индустриальной экономики, не будет промышленности. Будут жить такие же сирийцы в Германии, ну если не Германия, то во Франции. И в принципе, что тех кормить, что этих кормить, ну чем дешевле, тем лучше. Но я, конечно, так слегка утрирую, но поверьте, исходя из той информации, которая, ну, она не так уж и закрытая, так оно и есть. И дальше возникает вопрос. В общем-то Россия вполне себе нормально получает к 2000 году спокойное право реализовывать по очень высоким ценам свою природную ренту под обязательство не развивать свою промышленность, а по возможности ее еще и грохнуть так, чтобы точно. Это люди, которые взяли на себя такую отверственность и обязанность, неважно, кто бы это мог быть, получали в общем-то понятные целевые установки. И в целом в России против этого не было никакого основания возражать. А собственно, почему? Люди становились все богаче и богаче, да, меньше рожали там, что-то еще, но в целом, особенно после 90-х годов, жизнь резко начала наращиваться, улучшаться, все было по большому счету хорошо. Миллиардеры еще больше миллиардерились, средний класс у нас восстанавливался, огромные бюджетные доходы позволяли пышным цветом расцветать коррупции, на основании чего любой средний чиновник получал такие доходы, что не каждый в общем-то бизнесмен в Германии мог получать их даже владеетелем заводом и завидовал там среднему звену чиновников российскому, который просто сидел на бюджете, который формировался из хищения бюджета, который строился на природной ренте. А почему это должно было быть не так? Задам себе вопрос. То есть сама по себе историческая логика, учитывая возможности вот этого периода, у людей, которые туда пришли, а люди туда пришли, те, кто построил Яйцин центр, да, что уже говорит о том, что пришли за люди. Люди, которые построили Яйцин центр, которые вошли в его учредители, которые до сих пор там остаются, это люди, которые... Поэтому, естественно, ситуация в России такая, какая есть. Это неплохо, нехорошо, так реальность историческая сделала, наверное, почти неизбежным в какой-то мере именно такое установление такой экономики на нашей территории. Экономика потребления, экономика разграбления, экономика прожирания того, что осталось раньше. А того, что уже дожрали раньше, ничего страшного, даже если мы все у себя прожжем то, что было раньше, не страшно, потому что у нас есть что? Природная рента. Правда, есть один минус в этой ситуации. Когда у нас кроме природы рента ничего не останется, мы будем жить так же, на тех же условиях, по этому же уровню жизни, как живет сегодня средний гражданин Нигерии. Это будет хуже, чем сейчас, но это будет потом. А пока логика показывала, что, в принципе, можно не выходя из квартиры, из дома, покупать еду, покупать в магазине, покупать вещи в магазине, никуда не ездить, тебе все привезут, все накормят. Ложку в рот засунут. И кто бы против этого у нас проголосовал? Ну, кроме тех, кто постарше и понимает, на самом деле, что происходит. А те, кто не понимает, им какая разница? Объясните молодому человеку, что жизнь непосредством не может быть вечной. Что она может внезапно закончиться. Просто потому, что никто тебя не должен кормить. Ребят, никому не объяснишь. Вот, коротко, ситуация по России. Берем Украину. А, кстати, критинодережная политика России, она является не просто политикой Центробанка России. Это, так или иначе, основное направление было на момент, когда странство остановилось. То есть, это критинодережная политика всего бывшего СНГ или нынешнего СНГ, если она там еще как-то действует и живет. То есть, более-менее что-то похожее на валюту, благодаря этому, в России еще оставалось в виде рубля. Все остальные страны Содружества имели критинодережную политику, уже производную от Российской. По крайней мере, на момент развала Союза. То есть, если она была токсичная в России для производства, то в других странах она была еще более токсичная. Что в Казахстане, что в Украине, что в Беларуси. Теперь берем Украину. Здесь ситуация промежуточная. В чем, например, страна, территория очень богата. Очень богата. Просто вот не так, как Россия, но более чем. Ну и людей там намного меньше. Ситуация с рынками такая же проблемная, но два момента. Наиболее фондоемкая промышленность по плотности находилась на Украине. А что значит фондоемкость? Это значит, что это огромные замороженные сокровища. И задача тех, кто эти сокровища получил в свои руки, было их разморозить и перевести на свои счета. То есть, как это происходило, я рассказал в прошлой передаче, но факт очень простой. Так как вы не собираетесь заниматься простым воспроизводством основных фондов, то эти сокровища за 20-30 лет можно перевести вполне себе реальные деньги, которые потратить на более полезные для себя вещи. Там яхты, девки, водка, порошок. Кому что по отдельности и все вместе без проблем. Если кто-то знаком с жизнью среднего предпринимателя Украины, то вы знаете, что это в принципе абсолютно стандартный набор, который присутствует в такого рода постсоветской экономике. И источником ее было вот это вот все. То есть, природная рента плюс то, что в огромном количестве было в виде сокровища постсоветских времен. И в целом уровень жизни рядового украинца вполне себе мог поддерживаться и тоже быть похожим что-то на то, что можно назвать в России обществом потребления. В Украине чуть поменьше, но тоже вполне себе. И каждый из тех, кто может быть когда-нибудь попадал на курорты Турции и Египта, прекрасно знает, что там еще неизвестно кого больше, россиян или украинцев. То есть, вполне себе хватает людям, которые могли бы позагорать у себя на Днепре, в шикарные пляжи или там где-то еще. Все равно можно себе позволить куда-то еще съездить. Нормально. Не потому что плохо у себя, потому что есть деньги съездить куда-то еще. Так что здесь тоже, в принципе, вполне себе, я бы сказал бы так, не то, что это плохо. Вот я, еще раз, я австрогируюсь от ситуации, не хочу никого критиковать. То есть, я говорю об исторической логике. То есть, страна могла лет 30 и даже больше жить на переваривании фондов оставшихся Союза и добирая недостающие вещи за счет природной ренты территории. На сегодняшний момент, конечно, можно сказать, что с фондами там все закончилось. Теперь уже точно можно сказать парадным причинам. То, что не закончилось ввиду износа морального и физического, будет сейчас закончено просто потому, что специальная операция, безусловно, довершит этот процесс деиндустриализации Украины. Надежда на план маршала, который кто-то там питает, не для того Украину разбивали как индустриальную территорию, чтобы потом кто-то там из инвесторов на этой территории строил новые заводы, конкуренты, конкуренты чьи? Даже не Европы. Европа тоже конкурент индустриальный. Сейчас добивается индустрии Европы. И она добивается не для того, чтобы индустрия Европы, добитая, переходила в индустрию Украины. Она добивается для того, чтобы все, что есть индустриальное, переходило в Китай и в США. Поэтому источник в виде природной ренты, он, конечно, останется. Но вопрос следующий. А чей сейчас этот ресурс на Украине? То есть я не хочу даже о себе ничего думать. Почитайте украинские паблики, в том числе депутатские, где уже четко говорить, что по большому счету сама по себе Украина своей природной рентой уже не распоряжается. И по документарному, в общем-то, основанию можно сказать, что все, что есть из природной ренты, распоряжаются уже люди, находящиеся вовне территории Украины. Понятно, да? Поэтому, так или иначе, надежда на хорошую жизнь в этой стране, потому что кто-то кому-то когда-нибудь наложит репарации, ну, она, может быть, остается. Но, поверьте, даже эти, если это вдруг произойдет, то вопрос, кто и как будет распределять эти репарации. И вот мы тут медленно, наверное, подходим к третьей территории, которой сейчас многие говорят, что вот надо было идти по этому пути, это территория и страна Республика Беларусь. Это третья русская страна, в полном смысле этого слова, которая пошла по другому пути. И все, безусловно, это связывают с личностью нынешнего президента Республики Беларусь Александра Георгиевича Лукашенко. То, безусловно, так, в какой-то мере, почему? Потому что, ну, сложно сказать, как бы это было, если бы до руля дорвался бы Сушкевич, который там подписывал соглашение о развале Советского Союза, или другие люди, которые, в принципе, были из той же когорты, как и Ельцин, как и Кучма. В общем, наверное, было бы не здорово. Не так, как, вернее, сейчас. А почему так получилось? Почему исторически, вот, историческая логика выдвинула на этот пост Лукашенко? Вы знаете, здесь тоже, наверное, есть какая-то историческая логика. Я постараюсь ее объяснить. Итак, в отличие от России и Беларуси и Украины, у Беларуси нет никаких практически природных ресурсов. Природная рента, как таковая, в Беларуси, там есть кое-что, но это точно не то, за счет чего можно прокормить население почти 10 миллионов человек. На том, что есть Беларусь из природной ренты, самим бы не хватило. А если мы переходим на торговлю природной рентой, то есть переходим в разряд странной колонии, как это сделала Россия и Украина, то вопрос, а сколько бы вообще бы метрополия бы оставила на кормежку этого оставшегося населения. Поэтому там возникала развилка. Первая развилка – пойти по пути прибалтийских стран. Они же живут хорошо, у них же тоже нет никакой природной ренты, условно говоря. Ну и ладно, и хорошо, и демократия, и дешевые в магазинах товары, и те же белорусы, Соджи, Вильнюс, ездили чуть ли не велосипеде, там ехать-то всего 100 километров, чтобы затариваться импортным товаром, приехать обратно. Ну, это было до специальной операции. Никаких проблем. Кроме некоторых нюансов. Ну, во-первых, вся Прибалтика, вся Прибалтика, все три республики, это не так много населения было. Там порядка 4,5-5 миллионов человек. Которые, в принципе, должны были остаться без своей индустрии, и она осталась без своей индустрии. Все, похоронили индустрию Прибалтики. Природной ренты у них нет. Если у них нет своего производства, а у них нет своего производства, есть только экономика услуг, которая не создает, а потребляет, то какие варианты у тех, кто там живет, и тех, кто это сделал. Варианты простые. Этих людей надо кормить. В том числе, создавая определенную витрину высококачественного, богатого, привлекательного западного мира, либерального, дематического, для тех, кто пока еще в этот мир не вписался. И в этой ситуации все очень просто. Практически эти три республики подсели на то, что их начали просто кормить со стороны. И многие могут сказать, ну да, наверное, да, Европейский Союз практически датирует эти территории для того, чтобы, чтобы, чтобы и так дальше. Здесь есть своя особенность и свои нюансы. В одной из придачей я рассказывал, что на самом деле это не совсем так. Дело в том, что эти три враждебные страны, которые сегодня наиболее галтело гавкают на Россию, они до сих пор продолжают кормиться за счет природной ренты России. Если посмотреть на товарный профицит прибалтийских республик с Россией, то есть на то, насколько больше Россия поставляет туда материальных ресурсов по сравнению с тем, чем приходит обратно, то мы с вами увидим очень интересную вещь, что этот профицит выражается не в процентах, а в разах. И каждый враждебный прибалтиец и прицел стран получает на себя дотации от России примерно в 7-12 раз больше, чем условно критикуемо за помощь от стран России Беларус. Вот как получается. Но при этом фишка в том заключается, что этой полученной из России финансовой поддержкой, товарной поддержкой распоряжаются не страны Прибалтики, а собственно говоря Евросоюз, который эту огромную ренту, которую Россия оставляет в Прибалтике, сначала забирает себе, а потом уже в виде помощи от Евросоюза выделяет прибалтийцам. И те за нее готовы любые гадости в сторону России писать. Это, конечно, уникальная вещь с точки зрения логики умственного развития и подходов со стороны нашей, российской. Но, тем не менее, это работает. Хотя вот почему это я в сторону Беларуси говорю. А теперь предположим, что пришлось бы Европе кормить, в том числе с помощью России, не 4 миллиона. Причем там очень здорово это население уменьшилось. То есть за 30 лет население Прибалтики уменьшилось примерно на 45%. То есть, ну, чтобы меньше кормить, лучше всех там оттуда убрать. Молодежь уехала, старики вот-вот помрут, а молодые еще сильно не едят. В смысле дети. То есть логика, в принципе, понятная с точки зрения либерала, глобалиста, экономиста. Чем меньше там людей, которые все равно ничего не производят, кроме углеродного следа, тем, в общем-то, для них лучше. И здесь можно назвать эту логику человека динамическое есть, какое-то еще. Ну, это экономический для них целесообразный. Понятно. А теперь, если бы Белоруссия пошла по пути Прибалтики, то есть страна тоже, которая не имеет никаких ресурсов, ничего, и при этом, по большому счету, ее надо тоже этих 9,5 миллионов было бы прокормить. И даже если кормить ее за счет России, но через Евросоюз, то это издержки были бы серьезные. Реально, даже для либеральной России это был бы перебор. То есть, мало того, что надо бы кормить каждого белоруса, как каждого Прибалтики сегодня мы кормим, так еще за это платить право Евросоюзу в величине примерно сопоставимой отчисления на каждого белоруса. Не жирно ли? Это первая ситуация. То есть, чисто экономически это неинтересно ни для России, той либеральной, ни Нового Запада. Это их издержки. То есть, вот бы белорусы сами себя кормили. Тогда бы эта проблема была снята. И, вспоминая те еще переговоры Ящинского периода, когда настолько создавалась союзная государство России и Белоруссии, если коротко, если коротко, то очень утрировано, то логика тех соглашений заключалась примерно в следующем. Так как денежная политика, хоть Украины, хоть Белоруссии, на тот момент полностью зависела от кредитно-денежной политики самой России, а кредитно-денежная политика России была абсолютно токсична и ядовита для любой промышленности, то ситуация выглядела так. Ребята, вы понимаете, что в рамках принятых в России правил ни один нормальный завод выжить будет не в состоянии, в том числе и в Белоруссии. Понимаем. Если вы понимаете, но мы остаемся с вами по эту сторону баррикад, то каким образом мы будем решать вопрос о том, чтобы эта территория вообще не превратилась в зону зомби. Значит, заводы должны остаться работать. Верно? Для чего? Для того, чтобы Белоруссия сама себя кормила своих людей. И, опять-таки, не требовалось эти странные перекосы с Евросоюзом. Да? Да. Таким образом, необходимо было выработать инструмент, механизм, который бы в какой-то мере в белорусской стороне компенсировало бы тот ущерб экономике страны, наносимый кредитно-денежной политикой России во главе ее Центробанка. Понятно, да? Тогда был главой Центробанка Белоруссии Петр Петрович Прокопенко, который, безусловно, я считаю, хоть он по первой профессии был строитель, но это, наверное, был самый мощный, самый сильный с точки зрения логики и защиты госинтересов глава Центробанка Белоруссии. После него, в общем-то, начались определенные поплавновения в сторону глобальных, так сказать, тенденций, но, тем не менее, эта логика закладывалась еще при нем. И, соответственно, все было, в рамках соглашения были сделаны шаги, которые в какой-то мере Россия, в рамках тех или иных соглашений, реальная потеря экономики Белоруссии из-за кредитно-денежной политики, которую провела Россия, позволяла компенсировать встречными определенными услугами или уступками, так скажем аккуратно, что позволяло на многие годы либеральной швали рассказывать о том, что Россия кормит эту республику. Забывая сказать о том, сколько Россия нанесла ущерба и носит до сих пор этой стране своей кредитно-денежной политики. Но в тот момент сама историческая логика процесса она, в принципе, независимо выглядит правильным вне зависимости от того, какой человек пришел бы на это место. Понятно, да? Но я нисколько не умоляю здесь таланты Александра Григорьевича Лукашенко, мы снова возвращаемся о роли личности в истории. И дальше возникает вопрос. То есть исторически именно так и должно было произойти. Просто история должна была подобрать ту личность и того человека, который должен был железной рукой зафиксировать этот факт. Потому что для того, чтобы этот момент не просто обозначить в переговорах, объективно разложив все карты, эти карты были всем понятны. Почему об этом договорились? Не потому, что кто-то там кого-то уговорил, там Лукашенко уговорил, пьяного Ельца на тот сдуру подписал. Блин, Ельцин, конечно, пьяный, но там работали аппараты. И они все эти вещи, которые я вам разложил, раскладывал, они тоже знают, понимают и все разложили. И поэтому это было не просто там пожелание союнного государства. Это было на тот момент достаточно разумным, прагматичным, трезвым решением, экономически обоснованным. Как для Евросоюза, так и для России, что характерно. Но для того, чтобы это состоялось, история должна была выдвинуть человека в виде Лукашенко, который сказал, ребята, это мало разложить. Вот это я зафиксировал, и мы это сделаем. Вот для этого была нужна определенная рука, которая, в общем-то, там появилась. Это я к чему это все рассказываю. Когда мы сегодня вспоминаем о том, как раскладывался Союз, было это запрограммировано или нет, сделали это отдельно взятые Горбачев, Яковлев, Примаков, Ильяндропов, сейчас в этом мало, бесполезно об этом говорить. Я подозреваю, что существует некоторая историческая логика процесса, которая приводит историю в тот или иной момент точку развития. А те или иные люди, которые этой истории выдвижаются наверх, будь то Пена, будь то Герои, будь то Ленин, будь то Горбачев, разные фигуры по всем параметрам. Там, условно говоря, или как сравнивать Ельцина или Сталина, это просто, я не знаю, как таракан и слон. Но вот таракану поставили Ельцин-Тентер, а слону нет, не стоит ничего нигде. Поэтому момент, на мой взгляд, вот сейчас почему это все интересно об этом порассуждать. Я не хочу, чтобы со мной соглашались или не соглашались. Я скажу откровенно, в данной ситуации мне даже где-то все равно. Почему? Потому что мне себе доказывать ничего не надо. Я обладаю определенным уровнем общения и знанием информации, который позволяет мне делать достаточно понятные для меня выводы. И если мои выводы кажутся со стороны вам не совсем аргументированы, оно тоже понятно. Я не могу привести тысячи и тысячи аргументов, которые у меня есть для этого, для того, чтобы часами, часами, часами раскладывать почему именно так. Где, в каких переговорах я что услышал, где, в каких встречах я что-то узнал, где ничего. Это слишком много. Я вам сегодня очень коротко разложил саму историю того, как на три разные направления распался три единых российских народ по территориям, исходя из экономической географии этих территорий. Все абсолютно логично, и в петельном операции по времени произошло именно тогда, когда должно было произойти. И Майдан 2014 года был запрограммирован тоже именно временным участком выноса основных фондов из амортизации украинской постсоветской промышленности. Все это как бы понятно, но я к чему-то все подвожу. Та историческая логика и та экономика тех времен, она привела к власти тех или иных людей, к этой группе власти, которые сделали то, что сделали. Каждый на своей территории. И вот сейчас мы подходим к новому временному отрезку, когда будет точно смена элит, чисто по возрасту. Значит, и явно мир будет не таким, каким он был вчера. Мы об этом всем знаем, что так, как было вчера, уже не будет. Мы не знаем, как, но будет по-другому. И вот здесь для меня очень интересный вопрос. То есть, то, что было, легко проанализировать, объяснить и рассказать. Это легко. А вот предугадать то, что будет дальше, это намного сложнее. Потому что мы сейчас гадаем, а кто будет следующий? Кто будет следующий в России, Украине, Белоруссии? Они ведь будут следующие, верно? Верно, будут. И мы почему-то считаем, что именно те будущие сделают то, что поставят Россию на свои рельсы, на те или другие, Украину на свои рельсы, те или другие, Белоруссию, Республика Белоруссия на свои рельсы, те и другие. То есть, в зависимости от того, кто придет в власти, будет то или иное развитие. Это один вариант. А мне кажется, вариант другой. И там, и там, и там, и там будет новая историческая логика, которая назначит людей, которые волю этой исторической логики будут приводить в реальность. Я сегодня не хотел и не хочу никому ничему навязывать свое мнение. я просто прошу, чтобы любое событие, которое мы с вами наблюдаем, которое у нас очень больно ранит душу, ничего уж там больно ранит душу, чтобы мы это воспринимали иногда все-таки со стороны более длительных отрезков времени. И, может быть, эта логика происходящего нам будет более понятна. Чтобы она нам не казалась случайным, из-за того, что где-то кто-то сделал случайно что-то не так. мой жизненный опыт подсказывает, что ничего случайного с нами не произошло. Ни в России, ни в Украине, ни в Беларуси. Ничего случайного с нами не произошло. Ничего внезапного с нами не происходит. А если это не внезапно, то, может, просто надо попытаться понимать, как это Андрей Дятов говорил, если нет ветра в парусах и воле неба, то, наверное, любая идея нереальна. И наоборот, идея работает тогда, когда она поддерживается волей неба. Ну и немножко коротко о нашем проекте по станку. Я вам, наверное, оставлю сегодня два новых материала ролика, как двигается фундамент. Станок уже на заводе. Начали поступать деньги из дальнего зарубежья. Катя, там я понимаю, что карта для платежей из дальнего зарубежья у нас будет размещена под роликом. То есть, сейчас есть возможность к нам перечислять в том числе в долларах, в евро, в валютах той же самой Арабских Эмиратов и нескольких еще других стран. поэтому если у кого-то из наших соотечественников есть возможность и желание поддержать наш проект отечественного фонда-погрузчика, который зависит от этого единственного станка, который нам своими силами не оселит, то, в общем-то, помогите, пожалуйста, а мы пока уже получаем в том числе помощь и оттуда. За что, конечно, огромное спасибо. Ну и наши граждане из России, Белоруссии, Казахстана, я тоже вижу ваши приходы, большое спасибо. Пока идет все по плану и даже надеюсь, мы сможем, а, кстати, у нас на днях тоже платеж по лизингу не хватает немножко, но тут вот сегодня вроде бы как день, который, в общем-то, должен решить, успеваем мы или не успеваем сделать этот платеж. Я думаю, все получится благодаря вам, за что вам большое сердечное спасибо. Быть добру. Субтитры создавал DimaTorzok